В этом году в поддержку проекта было проведено 91 региональный, окружной и всероссийский форум. В них приняло участие в общей сложности около 70 тысяч предпринимателей и 5 тысяч представителей муниципальной власти. Более 150 тысяч участников онлайн-трансляций и народного голосования. И сейчас я хотел бы представить всем вам наши уважаемые жюри. Александр Абрамов, сопредседатель Липецкого регионального отделения «Опоры России». Александра Брусникина, консультант по организационному развитию среднего и крупного бизнеса, владелец компании по активизации бизнес-процессов «Второй план». Марина Васькова, региональный директор МСП «Банк», город Великий Новгород. Ксения Емельянова, председатель комитета по государственному частному партнерству Липецкого регионального отделения. Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «Опоры России» по ценностно-ориентированному предпринимательству. Владимир Зубов, президент торгово-продушной палаты Псковской области. Сергей Зуев, заместитель председателя комитета по экономическому развитию и институционной политики Псковской области, начальник отдела развития предпринимательства, конкуренции и торговли. Сергей Кононов, заместитель директора Псковского филиала «Россельхозбанка». Аркадий Мурылев, уполномоченный по делам предпринимателей Псковской области. И Ольга Смирнова, председатель комиссии по социальному предпринимательству Государственного частного партнерства города Санкт-Петербурга, член Совета «Опоры России». Итак, несколько слов о формате выступления. Финалисту дается 4 минуты, и чтобы вы могли ориентироваться, первый звуковой сигнал будет означать, что до конца выступления осталась 1 минута. Также жюри имеет право задать два вопроса, и убедительная просьба членов жюри ставить оценки в специальных листах, которые у вас есть. Оценочные листы. Итак, мы начинаем, и я приглашаю на эту сцену, за трибуну, Ксению Беленко. Компания «Хорошая Тара», город Псков. Здравствуйте. Хорошо слышно. Меня зовут Ксения Беленко, я представляю компанию «Хорошая Тара». Это небольшая сеть удобных магазинов и упаковки. Мой бизнес – это магазин «Хорошая Тара» и упаковки из стекла и пластика. Это одноразовый компейнер, бутылок, стрейч-пленки и так же, где покупок новостей. И наша миссия – это обеспечить предпринимателей, малый бизнес, и возничного потребителя широкого выбора «Хорошая Тара» и в России очень мало. И упаковка, да, продавьется, но, как правило, в небольших отделах, в интернете под заказ и с долгой доставленной. У нас все совсем наоборот. Весь товар в наличии, его можно пощупать, подробно, примерить и нет нормального заказа. Мы начали в 2013 году. Открыли небольшой магазин в городе, в Северном подвале, в подвале без ремонта. У нас было всего 10 наименований. И в 2014 году уже расширили ассортимент и запустили интернет-магазин. В 2013 году у нас появился филиал Московской области, и мы начали принимать участие в власти. В 2017 году ассортимент у нас увеличился до 400 наименований. Мы сделали, наконец-то, качественный ремонт, мы ввели корпоративные элементы, это логотип, корпоративные цвета, карты лояльности. В 2018-м открыли второй специализированный магазин в Абскове. Сейчас у нас три магазина, два в городе в Северном подвале, один в Московской области и два интернет-магазина. Выставляем мы нашу продукцию также на мультиплейс-азон, как мы решили проблему присутствия и доставки нашего товара в других регионах. Ассортимент сейчас в нашей продукции более 700 наименований, и используем мы более 12 каналов продаж. В том числе ведем ютуб-канал, сотрудничество с блогерами, используем пиар, инфоповоды, активно ведем социальные сети, и в том числе лично я использую, ведем себя как личный бренд для повышения лояльности и доверия клиенту. Обслужили мы за это время более 50 тысяч покупателей, и у нас очень много довольных и положительных отзывов. Также у нас есть отработанная схема работы с производителями по всей России, и на сегодняшний день мы работаем не только с розницей, но у нас также есть еще и для нас крупные клиенты. Что мы планируем сделать сейчас, наша цель – это развитие магазина по франшизе. Мы постоянно получаем запросы от начинающих предпринимателей, от клиентов, которые хотели бы запустить и увидеть присутствие такого магазина у себя в регионе. Также я считаю, что мы продолжаем развиваться и генерировать идеи, потому что у нас семейный бизнес, если я работаю вместе с моим родным братом, это очень ценно и огромная поддержка для меня и для него. И поэтому у нас в магазине всегда теплая дружеская атмосфера. Спасибо за внимание. Да, мы уложили, все это понимает, что меньше, чем 4 минуты. Уважаемые жюри, есть ли у вас вопросы? Можно задать их два. У вас есть микрофоны. Милости просим. Скажите, пожалуйста, у вас три магазина, я правильно понимаю, розничной торговли? Да. Я так понимаю, что три магазина вы открыли, третий магазин вы открыли в 2019 году и увеличили численность работников? Да. Да. Пять человек достаточно в трех магазинах? Планируется ли численность работников увеличивать? Да, конечно, потому что мы сейчас, к сожалению, так немножко подстраиваемся в потенции жизни в условии, поэтому мы работаем там в субботу только половину дня, и половину второй субботы в воскресенье не работают. То есть мы хотим семью неделю увеличить график, и, соответственно, нам нужно будет больше субботников. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, вот сейчас многие обозначают как угрозу человечеству проблемы с экологией. Вот у вас как-то в компании есть мысли на этот счет? И есть ли планы о том, как делать свою продукцию более экологичной? Ну, мы ее не производим, так как, да, мы просто реализуем, но, конечно, да, я всегда думаю об этом. То есть мы стараемся находить таких поставщиков, которые всегда дают сертификаты на свою продукцию, то есть мы всегда можем предоставить нашим клиентам. Стараемся искать такие производства, которые тоже работают по ГОСТу и там утилизируют отходы и так далее. То есть мы своих поставщиков выбираем тщательно. Ну что ж, мы благодарим Ксения Биленко. И спешим обрадовать абсолютно всех финалистов, что каждому финалисту вручается диплом участника. Ваши аплодисменты. Мы продолжаем нашу работу и приглашаем Александру Лесникову. Компания «Талабы», город Псков. Одну секундочку. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Меня зовут Лесникова Александра. Я руководитель проекта «Талабские острова». Есть в озере Псковском три острова чудных. Летопись говорила. Это о Талабских островах. Это прекрасное место в Псковской области, в Псковском озере. История которого несет очень важное значение для истории всей России. Мое знакомство с островами началось в 2012 году. Я приехала на острова и влюбилась в это прекрасное место. На слайде вы видите, да, насколько какая у нас там красота. Но, к сожалению, вызвало то, что люди уже ехали на острова, но, к сожалению, острова встречи туристов были абсолютно не готовы. Это и дало старт нашему проекту. Первым шагом мы организовали точку питания и проживания для туристов. Далее стал вопрос о том, каким образом организовать приезд этих туристов на острова. Потому что даже жители Пскова не знали, как туда добраться, а многие даже не знали об их существовании. Следующим этапом стало создание информационного центра Талабы. Ну, вот это ресторан-гостиница, да. Информационного центра Талабы, который взял на себя всю организационную составляющую приезда туристов. В информационном центре мы можем узнать, как добраться, где покушать и различные другие вопросы задать. Значит, на сегодняшний день, три года спустя, мы можем похвастаться целым спектром услуг. Это и экскурсионные поездки, и модное направление туристов и квесты островные, услуги фотографов, рыбалки и организация свадеб и мероприятий на Талабских островах. Помимо этого, мы, безусловно, ведем активную некоммерческую деятельность. То есть, это организация волонтерских выездов, международных пленеров, а также принимаем блогеров и туроператоров для дальнейшего продвижения нашего проекта. На сегодняшний день статистика явно видна из цифр, да, что за последние три года общий поток туристов увеличился практически в два раза. И, соответственно, количество туристов инфоцентра увеличилось практически в три раза. Также можно посмотреть по географии наших туристов, да, если первые, когда это было массово, Псков ехал, да, то на сегодняшний день мы можем похвастаться гостями из других регионов России, а также ближнего зарубежья. Ну, увеличение туристического потока, общественная деятельность, наши результаты. И что больше всего меня радует как руководителя, да, проекта, это на сегодняшний день рост предпринимательской активности на островах. Это предпринимательская активность местных жителей. Конечно, на сегодняшний день есть большая проблема, это отсутствие инфраструктурной, из инфраструктуры. Мы, конечно, возлагаем очень большие надежды на администрацию области, на создание, покупку котиров, строительство причалов. Это, безусловно, повысит инвестиционную привлекательность и туристическую привлекательность островов. Ну, и, конечно же, нам бы очень хотелось, чтобы наша Псковская Юрмала, возможно, когда-то была, чтобы там можно было отдохнуть так, а может быть так, ну, а может быть даже и так, почему бы и нет. Кстати, если вы еще не были у нас на островах, пожалуйста, приезжайте, и только тогда вы поймете, почему Талавские острова – это место, где отдыхает душа. Спасибо, Александр, и не уходите. Александр, и не уходите, пожалуйста, потому что мне диплом чуть позже, прежде два вопроса от жюри, если они вдруг есть. Алло? Я хотела бы спросить, а с чего начинался ваш проект? То есть это был бизнес-план, это был инвестор, это был грант, что это было? Был инвестор однозначно, да, для ремонта зданий ресторана и гостиницы, которые мы показывали. Бизнес-план составлялся, конечно, предварительно однозначно, да, то есть, ну, честно сказать, как бы, изначально сразу было видно, потому что был уже определенный поток туристов, да, и надо было понимать, что пройдет определенное время, и если туристам будет куда приехать, они однозначно приедут. Спасибо. Ответьте, пожалуйста, такой вопрос. Вот у вас написано трое сотрудников сейчас, вы выполняете, какая правовая форма вообще вашей организации? Общество с заграниченной ответственностью. И вы выполняете сейчас, я понимаю, туристические услуги и экскурсионные? То есть, вы какие-то там можете проводить какие-то, или вы только организации проводите? Значит, у нас разные есть, вот информационный проект «Лавские острова» соединяет в себе разные направления. Это и работа ресторана «Ёрж», то есть, это не непосредственная работа в ресторане, а организационная работа. Потому что все практически туристы проходят через информационный центр, который может все рассказать, объяснить как. Также есть гостиница «Тихая гавань», которая входит тоже в проект, да, и находится все равно информационно под информационным центром «Лавы», да, то есть, вся информация из дам получается. Единый центр создан, да, где турист может получить всю информацию, как добраться, где остановиться, как провести досуг, как покушать, работает и ресторан, не знаю, ходит и сегодня кайсер, да, всю информацию. Соответственно, так как и разные подразделения уже организовывают конкретный бизнес, питание, проживание, экскурсии. Мои сотрудники на сегодняшний день это менеджер, который помогает мне, естественно, да, как будто что очень большой объем телефонных и различных организационных моментов. У меня есть сотрудник на острове в гостинице, которой человек занимается, да, вот административной работой и уборкой. Ну, соответственно, я всегда в оперативном управлении нахожусь, да, то есть, соответственно. От низшего до высшего звена, скажем так. То есть вы фактически туристическое агентство, да, которое в себе имеет совокупность гражданскоправовых договоров, да, с гостиницей, с катерами, там, грубо говоря, с экскурсологами, с гидами. То есть вы это все аккумулировали, создали такой туроператорский продукт, правильно? Владимир Анатольевич, ну, задайте его. Если позволить, Александра, объекты стоят на самом краешке воды и земли. Насколько сложно было решать экологические проблемы? Ну, к счастью, на сегодняшний день уже технологически все это решаемо, да, и ставится специальное оборудование для того, чтобы не вредить окружающей сердце. Все сертификаты на это имеются, да, и, соответственно, все органы, которые это должны проверять, все уже как бы проверено. К счастью, как бы мы абсолютно официальное средство размещения и абсолютно официальная точка питания. Александра, скажи, пожалуйста, с точки зрения исторической, вот какую значимость столовские острова имеют для региона? Ой, тут я вам могу долго рассказывать. Ну, история островов вообще идет с 10 века, поэтому, безусловно, в рамках и Древней Руси, и в рамках, даже, скажем так, появления флота в Российской империи, да, мастера столовских, это везде, ну, в документах это реально подтверждено, да. То есть история очень многовековая, и она все время как бы вплетается в историю всей России. Плюс мы даже, ну, будем, не будем забывать, что Псковская область, Киталовские острова, это всегда был приграничный регион, да, а тут еще как бы и водный путь однозначно, да, и поэтому здесь много, ну, большую важность это имеет, да. Плюс будем, ну, на самом деле острова являются очень важным духовным центром, потому что на двух из трех островов, островах Архипелага находятся храмы, действующие храмы, и паломнический поток туда достаточно активны. Поэтому казино будет конфликтовать. Ну, здесь на самом деле, как бы, здесь же разное, есть понятие паломнического туризма, есть понятие светского туризма. Все-таки наша задача на сегодняшний день идет развитие светского туризма. Мы благодарим Александру, спасибо. Диплом участника. Да, и мы приглашаем нашего следующего финалиста, Юлия Яковлева, компания «Зооцентр», Псков, город Псков. Да, я напоминаю, что регламент выступлений 4 минуты, когда исходят 3 минуты, звучит первый звуковой сигнал, при сечении 4 минут второй звуковой сигнал. Милости просим. Здравствуйте. Меня зовут Яковлева Юлия Александровна. Я директор зоогостиницы и салона красоты для животных в городе Псков. Мы оказываем услуги по содержанию и уходу домашних животных. Немножко о себе. С 2009 года я начинала как простой парикмахер для собак и кошек. Но время берет свое, услуги требуются все новее и новее. И, соответственно, сейчас, с 2013 года, мы представляем собой уже организацию этого салона красоты для животных, и зоогостиницы. Практически у каждого здесь присутствующего есть кошка или собака. Кто-то еще в процессе их приобретения. Соответственно, что у тех, что у других, возникает достаточно большая масса вопросов по их содержанию. Поэтому в этой связи я предлагаю свой проект «Зооцентр Псков». Он будет направлен на объединение всех предпринимателей города Пскова, работающих в сфере зообизнеса. Это ветеринарные клиники, груминг-салоны, зоогостиницы, различные учебно-трессировочные комплексы, предприниматели, которые занимаются продажей товаров для животных. Создание большой, единой площадки позволит предложить всем предпринимателям в городе весь спектр услуг и грамотно донести их потребителю. Нужен медврач? Пожалуйста, в зоо-центр. Нужно причесать, умыть собачку? Пожалуйста, в зоо-центр. Нужно уехать в отпуск, в командировку? Опять же, пожалуйста, в зоо-центр проинформирует вас о всех зоогостиницах города. Кстати, информационный отдел – это тоже одна услуга зоо-центра. Зоо-такси. Каждый практически, я думаю, что столкнулся с проблемой перевозки кота или собаки в простом обычном такси. Зоо-центр предложит такую услугу, как перевозка домашних животных. Будет удобно и владельцу, и животному. Зоо-ателье. Для чего это нужно? Ну, кто имеет собаку, тот уже даже вопросов не будет задавать. Не все собаки могут быть стандартных пород и размеров. То есть, услуга зоо-ателье – это индивидуальный пошив, создание различных карнавальных новогодних костюмов, просто ремонт одежды – это будет еще одно услуга. Опять же, на площадке зоо-центра возможно приведение различных выставок собак и кошек, в том числе благотворительных, проведение международных крупных выставок. И, опять же, развлекательные различные шоу с привлечением четвероных питомцев. Опять же, зоо-центр может стать центром позитива, положительных эмоций от общения с животными. И, я надеюсь, мой проект станет достаточно интересным не только на региональном уровне, но и по всей Российской Федерации и в странах дальнего зарубежья. Спасибо за внимание. Мы говорим Юлию. Уважаемые жюри, ваши вопросы. Скажите, вопрос. Вот смотрите, 2017 год – 3,7 тысяч рублей сейчас у вас выучено, 2018 – 3 миллиона рублей. Сейчас вот спад. Это спад или это просто инстаграм? Это действительно спад. Потому что в прошлом году мы попробовали внести новые услуги. Вот то, что я сейчас перечислила, но кое-что привлечь к себе дополнительные ветеринарные клиники. То есть вот этот комплекс, который я сейчас обрисовала, я хотела бы его создать. Но пока на таком стационарном уровне. Поэтому объем, поток клиентов увеличился значительно. Но сейчас немножко, вот опять предприниматели, работающие в этой сфере, они немножко растеряются. То есть у каждого маленький бизнес, и они стараются по-моему, сконцентрироваться. Спасибо, Юлия. Да, молодая Юлия. Яковлева, компания зооцентра «Псков» и диплом участника нашей финалиста. Да, и хотела бы напомнить нашему жюри, что не забывайте ставить баллы в оценочном листе. Максимальный балл 5. Более 21 тысячи участников конкурса, и почти 600 из них были награждены как победителя различных этапов премии. Призовой фонд премии 60 миллионов рублей, и главный приз для предпринимателей, грант в размере 100% на обучение по программе Executive MBA, а также победителям предоставляются сертификаты на участие в международных выставках, программах стажировок в России и за рубежом. Приз муниципалитету победителю – 1 миллион рублей на развитие территории. И в городе Пскове проходит уже 92-й этап национальной премии «Бизнес-успех». И я еще раз напомню о номинациях, в которых сейчас выступают и защищают свои проекты финалисты. Это лучший женский проект, ЗОЖ, лучший проект в сфере торговли и услуг, лучший сельскохозяйственный проект, лучший созидательный проект, народный предприниматель и лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. Также мы просим всех не стесняться и выкладывать фотографии и сообщения с хэштегами «Бизнес-успех», «Бизнес-эворд». Ну что ж, мы продолжаем. И еще раз напомню, что осталось буквально… А, нет, уже не осталось. До часа дня можно было проголосовать за участников и в нашей соцсети. И я приглашаю второй блок наших финалистов. Мы умышленно и сознательно не называем номинации, в которых принимают участие наши финалисты, потому что бывает так, что номинация одна, а по итогам совещания экспертного жюри он попадает в другую номинацию. Георгий Пономарев, компания «Суперфитнес», город Псков. Ну что, фискульт-привет! Я Пономарев Георгий, директор клуба «Суперфитнес» и сети клубов «Сфитнес», которая сейчас представлена пятью клубами на Северо-Западе и в центре Российской Федерации. С уверенностью могу сказать, что клуб «Суперфитнес» – это основоположник, родоначальник вообще всего фитнес-движения в городе Пскове, потому что почти нет тех инструкторов, управляющих, директоров фитнес-клубов, которые не проходили в свое время школу «Суперфитнес» и «Сфитнес». Почти 19 лет назад, да, уже почти 19 лет прошло с тех пор, как был открыт первый клуб, 300 метров квадратных и 9 сотрудников, с тех пор, как я уже сказал, сеть выросла до пяти, каждый из клубов не меньше чем полторы тысячи метров, и это больше 200 сотрудников, которые куют кип-хоп для населения тех городов, в которых находятся. Что же представляет собой жизнь в стиле «Суперфитнес»? Вот прямо сейчас на кофе-паузе, когда люди едят эти плюшки, и я встречаю знакомых, а знакомых на самом деле огромное количество, потому что за годы работы каждый 20-й житель города уже был членом или является до сих пор членом клуба или сети клубов. Я бегу ли я на пробежку, куда бы я ни шел, везде люди видят меня и встречают почему-то словами, зачастую словами оправданий. Почему они не ходят на тренировки, почему они собирают это сделать в ближайшее время, или если ходят, то рассказывают о том, что вот докладывают, что вот они сегодня уже тренировались. Поэтому вчера посоветовали сделать что-то интерактивное, такой вопрос, да, только на него ответьте быстро, неожиданный, кто сегодня, вчера, там, позавчера чистил зубы, да, можно поднять руки? Отлично, отлично. А кто вчера, позавчера ходил на тренировку? Вот, то есть есть, есть такие люди, есть те, кто в нашей вере. Так вот, миссия нашего клуба, суперфитнес и всей сетки в том, как раз и заключается, чтобы люди расценивали этот уход за всем телом, профилактический уход, как уход за, ну, сродни уходу за полостью рта, да, то, что мы делаем. Так вот, как же мы живем? Как мы все, опа, как мы это делаем? Что такое сеть клубов из фитнес? Это огромное количество детских мероприятий, конкурсов, такие, которые уже стали визитной карточкой и Риона, и выходят другие места, такие как мини-мисс. Это детские праздники как на территории клубов, так и в городе. Это, естественно, тренировки по больше, чем 20 направлениям, соревнования. Это и поездки в детские дома регулярные для того, чтобы и с одной стороны развлечь детей и популяризовать здоровый образ жизни. Это конкурсы для взрослых, выездные мероприятия. Это походы в школы, где мы, опять же, популяризуем здоровый образ жизни и рассказываем и о предпринимательстве, и о том, почему этим нужно заниматься. Этим занимаюсь как раз я, поэтому дело в надежных руках. Это тренинги, мастер-классы для инструкторов, силовые экстримы. Это сотрудничество с Косковским государственным педагогическим университетом, где я предоставляю свою материально-техническую базу и сам обучаю на занятиях по переподготовке, учителей физкультуры, школ и вузов, именно занятия физической культурой и спорта. Это клуб S-фитнес. Это подготовка других инструкторов новых. Как мы это делаем? Берем вот такие абсолютно убитые помещения, не входим в готовые, и за три месяца в любом регионе открываем новый, вот такой светлый и блестящий клуб. У нас уникальное торговое предложение наше в том, что мы стремимся людям дать через здоровье талию, а не наоборот, делаем у них талии, битебсы, то есть мы тренируем не спортсменов. И коротенько последний эпизод поднял в этом году флаг суперфитнес на Эльбрус, но наверняка наши горы все еще, самое главное, впереди. Кстати, книгу о восхождении я подарю всем членам жюри, она у меня в руках, не случайно я ее держу. Давайте благодарим, Георгий. Доброе яркое выступление. Уважаемые жюри, остались вам вопросы? Георгий. Хочу вопросы. Сколько лет вы занимаетесь организацией фитнеса? 19 лет, как я уже и сказал, то есть почти 19. Почти 19 в первом клубе. Георгий, вот про историю услышали, а планы какие? Ну, на самом деле сейчас, сегодня вот услышал про частно-государственное партнерство с Санкт-Петербургом, в общем-то готов туда войти в эти фоки, да, физкультурно-оздоровительные комплексы, и сразу же начать там заниматься фитнесом, хоть там, если они уже готовы, это не только прожекты, вот не понял, записал себе координаты человек, который выступал, готов туда всю нашу субкультуру сети с фитнес влить. Кроме этого, мы занимаемся тем сейчас, что продвигаем франшизу и в другие регионы продаем. Ну, пытаемся на данный момент, правда, продаж нет пока, да, но тем не менее, это вот только начало этого мероприятия. Ну, более того, видите, сама, сегодня мы говорим о суперфитнес, но на самом деле это уже своего рода холдинг, потому что получилось так, что вот нужно стирать, да, нужны полотенца, открылись, невыгодно. Следовательно, открыли химчистку и прачечную, обслуживаем вместе с женой город Псков. Открыли сейчас там, сегодня как раз открываем еще один пункт в ленте, 4 пункта точки. Раз сами строимся, следовательно, строительная организация, следовательно, есть возможность строить как в частном текторе, так и офисные помещения. Следовательно, есть 4 на данный момент торгово-офисных точки, которые сдаем в аренду, которые пытаемся что-то там развивать свое, потому что самый популярный арендатор нынче, это аренда, да, надпись, поэтому приходится, чтобы заполнять, и мы открываем своя кофейня, да, свой центр по обучению инструкторов, да, то есть это большой, большой уже такой холдинг с самыми разными направлениями, которому всегда есть чем заняться. Георгий, вот смотрю на вашу динамику, он на самом деле довольно-таки известный спортклуб, сам часто посещает уже спортклубы, но хотел бы сказать, что все-таки на фоне такой высокой конкуренции, особенно в городе Пскове, у вас динамика растет по оборотке, и в какой части все-таки развития у вас идет по оборотке, это именно за счет того, что открытие других каких-то регионов, городов, или все-таки это будет большая масса Пскова, и вот второй вопрос, такой короткий, написано 100% прибыли, Георгий вкладывает в развитие своей сети, то есть себе что-то оставляешь, Георгий? Ну, я уже сказал, давайте начнем с себя, да, что касается себя, я уже сказал, что вследствие большой диверсификации у меня есть на что жить и, в общем-то, безбедно существовать. Могу сказать даже больше, богатый не тот, у кого много, а кому достаточно, и мне с времен еще охранной деятельности, в общем-то, на жизнь, когда я занимался просто, я мастер спорта по селамутро и горе, занимался просто спортом и работал в охране, в общем-то, мне всегда хватало на жизнь, то, которую я видел для себя. Поэтому в этом нет ни малейшей сложности, занимаясь любимым делом, вкладывать все то, что ты зарабатываешь, в клубы в других регионах. Что касается успешности, да, конкуренция очень высокая, но сейчас, и я, к сожалению, не успел об этом сказать подробно о нашем уникальном торговом предложении, но вы здорово, что спросили, потому что я не считаю, что мы конкурируем с клубом, который прямо здесь за стеной Планка, там еще кто-то, еще кто-то. Мы занимаемся вообще другими вещами. Вот они выращивают там спортсменов около спортсменов, для них там конкурсы Мисс Бикини, там еще кто-то. Я 99% людей тренирую для того, чтобы им легче было подниматься без одышки на пятый этаж. А отсюда у меня другой подход, у меня функциональная диагностика. Они пришли, и я им пошел фитнес-тесты. Это околомедицинская услуга. Проба Мартинелли-Тунова, там процент жира в организме, антропометрия. То есть они получают полноценную карту здоровья, после которой могут наблюдать за тем, как они изменяются внутренне, а это уже приводит к их внешним изменениям. Поэтому есть претенденты на звание конкурента, но конкурентов нет. Динамика выручки, она за счет чего? Псков или... Ну, во-первых, мы же работаем. Псков, Великие Луки, да, это вот то, что в Псковском регионе сейчас. Это самые динамично развивающиеся по выручке клубы. Что касается Твери, оставляет желать лучшего. Новгород, сейчас я сам лично стал там заниматься, поэтому все будет хорошо. Мы говорим еще раз с Георгией, спасибо. Диплом участника. И мне организаторы сообщили, что голосование народное на сайте «Бизнес-успех» продолжается, и можно за понравившегося финалиста отдать свой голос онлайн. Мы продолжаем и приглашаем Оксану Фёклину, спортивно-оздоровительный клуб для женщин «Тонус-лайн», город Чудово, Новгородская область. «Велнес-клуб «Тонус-лайн»» Уникальный центр красоты и оздоровления, сомневая специальность для женщин, представляет новое направление фитнеса «Велнес». Занятия на волно-стренажерах не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья и направлены на полное комплексное оздоровление организма и приведение его в «Тонус». Идея прийти от чудовища уникального центра красоты и оздоровления пришло в Чудовское бизнес-ледие Абсаню Фёклины. После посещения аналогичного клуба «Великого номера» Мне просто успех. Еще раз здравствуйте. Для меня большая честь и огромное удовольствие находиться на этом мероприятии. Немного о себе. Мне 46 лет. Я мама троих детей. Счастливая бабушка. В бизнесе с 2001 года. Исторически сложилось, что мой бизнес всегда был ориентирован на прекрасную половину человечества. И миссия моего бизнеса мы созданы вдохновлять. Когда в марте 2018 года я побывала в Великом Новгороде, в необычном, на мой взгляд, фитнес-клубе, то поняла, что для полного счастья мне не хватает в родном городе подобного центра. Так как существующие спортивные заведения, меня и многих жителей с чудово не устраивали. Вселенная меня услышала. Я в очередной раз вышла из зоны комфорта. Собрав команду единомышленников, обучившись у теоретиков и практику Георгий, В сентябре 2018 года мы приняли первых посетителей. Нашим клиентом являются девушки и женщины от 14 лет и старше, которые имеют проблемы со здоровьем и не могут посещать типовые фитнес-центры, которые хотят откорректировать свою фигуру, но не имеют достаточной мотивации для поддержания себя в физической форме. Радует, что посещают нас не только жительницы чудово, но и приезжают из близлежащих районов, областей, даже из Франции женщина посещала нас. Мы учитываем медицинские противопоказания клиента и предлагаем ему достаточно подходящую оздоровительную программу тренировок. Техническое оснащение ориентировано не только на активный фитнес, но и на определенные оздоровительные процедуры, массаж, коллагенарий, прессотерапия, инфракрасная сауна, релакс. Еще плюсом является то, что у нас нет ограничений по времени, каких-то групповых занятий, клиент может в любое удобное для него время нас посещать. Наш клуб участвует в благотворительных акциях. О нас заговорили в родном городе, мы получаем массу положительных отзывов в соцсетях и прессе. Ну, как вы знаете, бизнес – это цифры, и я их тоже считаю. И желая иметь большую рентабельность, я приняла решение в июле месяце приобрести свое помещение, чтобы там дальше работать. И сейчас заканчиваются ремонтные работы, в октябре мы празднуем новоселье. Для меня важен не только результат, а само движение к цели, и оно должно быть захватывающим. Это я транслирую в своем клубе, своим клиентам. Вот скажите, кто держит планку хотя бы две минуты? Ну вот я год назад секунд десять держала, полторы уже тоже держу. Поэтому, если я с вами хоть кого-то подкровила, я, значит, не зря приехала на этот конкурс. Благодарю за внимание. Мы говорим Оксану, уважаемые гури, ваши вопросы. Давайте постараемся все-таки держаться регламентой, сдавать их всего два, чтобы все успели выступить. Сколько через вас проходит посетителей в течение года? Оксана, микрофон можно, да. Год у нас случился только в сентябре. Прошло у нас где-то 200 человек. Но у нас годовые абонементы, ну, длительные абонементы приветствуются. Поэтому вот на данный момент 30 постоянных клиентов. Из расчета того, что мне хватает для вообще отличной жизни 100 человек, клиентов, да, поэтому я считаю, что это неплохой результат. Практически за 10 месяцев, потому что потом случилось приобретение и переезд сейчас. И плюс могу сказать, что мы добавляем уже увиденным услугам йогу, потому что есть зал для этого, и еще очень модное направление джампинг, для которого нужны инвестиции. Спасибо. Мы благодарим Оксану и диплом участника. И, уважаемые жители, просим не забывать поставлять оценочные баллы в ваших листах. Идем далее и приглашаем на нашу сцену в трибуне Юрия Бурлина. Спортивно-здоровительный клуб для женщин «Донус-лайн» город Псков. Да, это же уже было, Юрий Бурлина. Ну тогда скажите, что вы выступили. Я очень рад был при... Побыть даже, как сказать, к спортивному Томасу, иметь свое отношение на это. Можно микрофон помыше, чтобы вы слышали. Да, да, да. Всем добрый день. Очень приятно, что вы смогли посетить данные мероприятия. Действительно, очень хорошо, что есть такие премии. Начало истории. Я действительно начал работать 16 лет. Данимался много разными делами. Все, что мог, я в этой жизни попробовал. Еще, наверное, не все, но есть, что еще поделать. В конце 2009 года я решил войти с точки зрения на эту реку бизнеса. Я открыл небольшую компанию, которая занимается обслуживанием, монтажом слаботочных систем, систем безопасности, пожарной системализации и так далее. Достаточно относительно такое короткое время я, в 33 года, работал, по с точки зрения, как бы, 4 на 7, так сказать, у нас есть такой урок. Это то, что я начинал. Это был рабочий момент с моего дома. В стул, в стол. Достаточно хорошо все пошло относительно. Я вкладывал немного времени в это направление. Блин, пошли хорошие объекты, хорошие заказы. Все стало хорошо складываться. Пошел достаточно хороший входной поток денег. Но все оказалось, так сказать, не так разно, как это. Начались проблемы роста. Начали оказываться клиенты. Начали какие-то убегать люди. Криедиторы стали подходить за обвиняемыми работами. Поэтому, действительно, был очень серьезный такой формат с точки зрения кризиса бизнеса. В течение нескольких лет я из этого ИК выходил. Вышел достаточно достаточно хорошо. Сейчас я представляю, как бы, не только одну компанию. У нас есть группа компаний, которые под моим руководством. Под моим крылом, я так сказала. Мы сейчас закрываем весь спектр обслуживания зданий, сооружений. И все, что связано, как бы, ну, как я всегда говорил, может быть, такое большое. Это дом управления для всех коммерческих и государственных органов. Достаточно плотно работаем на рынке не только Псковской области. В следующем году у нас уже планы добиться достаточно плотных успехов на рынке Северо-Запада. В Санкт-Петербурге у нас уже есть подразделение. Поэтому там мы достаточно хорошо приставили. Ну, я не мог бы сделать без наших партнеров. Наши партнеры – это весь коммерческий рынок города Пскова. Не только. За все 10 лет научной работы не было ни одного государственного восприятия, где нас бы не было в той или иной ипостасе. Сейчас под своим крылом я имею определенное количество личного состава. Достаточно такой, может быть, для Пскова. Я Пскова, может быть, не очень сильный, но на существо хороший оборот. Как это? Я надеюсь, что у меня 100% домальных клиентов, так или иначе. Никто не работает, тот не ошибается. Но мы над этим работаем очень плотно. Главная цель – это действительно закрепиться в Северо-Западном регионе, вырастить в полтора раза непосредственно по объему и по деньгам. Ну, а текущая задача – увеличение количества клиентов. Ну, еще одна, если классная была, сегодня я задачу для себя тоже определил. Это действительно в IT-формат ГЧП, возможно, формат именно каких-то, потому что, действительно, наша компания имеет очень серьезные компетенции во вслуживании всех, не только там зданий, но и сооружений, но и каких-то площадей. То есть в этой ситуации, как бы, я еще для себя после сегодняшнего направления видел достаточно хороший новый рынок, в котором имеет смысл развиваться. Благодарим руководителя группокомпании «Скорпионных групп» Юрий Бурлин. Ваши вопросы, уважаемый жюри? Был всегда Бурлин, но хорошо. Бурлин. Все страшно. Скажите, а когда вы пришли в Псков? 2017 год – это первый год? Куда пришел? Вы в Пскове с самого начала, с 2013 года? У меня был достаточно такой долгий, творческий путь. Я был в Пскове, развивался. Потом я, наверное, 15 лет назад я уехал в Санкт-Петербург, поработал там 3 года, поработал в Москве. У меня родился сын в 2009 году. И я решил вернуться в Псков. И как бы для меня это было определенное, как называется, либо мне нужно было работать в найме, либо мне нужно было что-то сделать как бы для себя. У меня не было никаких возможностей как-то так заточить еще. Поэтому я пошел так, как есть. Владимир Зубов, я помню, когда я приходил 10 лет назад, вступал в футбол, еще в торговом мышце, на поладу. Зачем вы выстроили торжки роста в других регионах, в Санкт-Петербург, как вы туда попали? Наш глобальный клиент – это компания «Магниз». Мы обслуживаем его гипермаркеты. И компания «Тендер» имеет возможность постоянно разыгрывать те или иные торги с точки зрения клиентов. И мы работаем. Мы выиграли этот конкурс. И для себя мы выполняем работу там. Ну, там есть наши партнеры. С кем мы это делаем? Он как бы все ключевое взаимодействие. Мы взаимодействуем непосредственно здесь. И сейчас наша основная цель – откатать здесь структуру в Апскове и уже входить в эти регионы, не в качестве там какого-то определенного, я бы сказал, такого, так сказать, выборочного клиента, а уже постоянно, чтобы здесь структура в Апскове работала и могла позволять данные объекты обслуживать не только Апскове. Вот я как раз на поводу структуры Апскового. В принципе, у вас сейчас 5 человек работает, но на самом деле раз это базовая и материнская компания. Наверное, в Апскову было бы интересно, если бы вы развивали здесь эти направления, и больше бы место рабочих создавали. Ну, я вот там написал, что у нас порядка 200 тысяч наших клиентов, это наших сотрудников. На базовая материнская компания у нас порядка 6 тысяч человек. Просто мы делали анкету непосредственно по одному юридическому лицу, то есть у нас сейчас порядка 9 юридических лиц, которые сформированы в нашу группу компаний. Такого ключа. Спасибо. Юрий Бурлин. Диплом участника прошла. Группа компании «Скрытур». Оксана Кавтунина и Ольга Погорелова. Агентство интернет-рекламы «Кафе-стюдио», город Псков. Так слышно? Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Ольга. Меня зовут Оксана. Мы представляем агентство интернет-рекламы «Кафе-стюдио», где мы занимаемся рекламой, создаем сайт на мобильное приложение любой сложности. Сегодня на это премии не присутствует ваш руководитель, но у него очень важная миссия. Он находится в Москве, в Яндексе, на ежегодной встрече директоров диджитал-агентств. Поэтому мы записали видеообращение с ним, внимание на экран. Всем привет. Меня зовут Игорь Черных. Я основатель агентства интернет-рекламы «Кафе-стюдио». Спасибо за номинацию. Прекрасно, что такая премия добралась до вашего города. Жаль, что меня нет лично. Буду находиться в Москве в офисе Яндекса. Меня сегодня представляют два любимых менеджера Ольга и Оксана. Передаю им слово. Всем удачи. Спасибо. Пока. Спасибо, Игорь. Мы, конечно, не Черных Игорь. Мы Оля Оксана. Новую историю «Кафе-стюдио» мы знаем отлично. Поэтому переступим к нашей презентации. Итак, шел далекий 2003 год. Как говорится, как сказки. Три друга решили организовать свой первый бизнес. Сплотили в основной капитал в 10 тысяч рублей. Скинулись по 3,5 тысячи. И, собственно говоря, история началась. Тогда было всего три сотрудника, все директора. Далее они развивались в направлении рекламы-маркетинга. И в 2004 году у нас появились первые крупные клиенты по рекламе с сайтом, которые с нами сотрудничают и до сих пор. В 2013 году эти дорожки разошлись. Игорь Викторович ушел в интернет-направление. И, собственно говоря, с этого года и начинается история агентства «Кофе-стюдио». Да, самый часто задаваемый у нас вопрос, почему же агентство «Кофе-стюдио» называется «Кофе-стюдио». Ответ очень прост. Так исторически сложилось. И мы с этим уже не спорим. Уже потом было ясно, что это не самая, наверное, была лучшая идея. Да, так как мы находимся в здании ГТС, к нам помимо сайтов и рекламы ходят еще пить кофе и платить за телефон. Да, это как бы наше буднее. Ну, это трудности нас не пугает. Сегодня мы делаем сайты, создаем рекламу, делаем мобильные приложения. В нашем штате 35 человек. Это директологи, маркетологи, СММ-маркетологи, вестальщики, программисты и многие другие. И на сегодняшний день мы единственная в «Кофе-стюдио» и сертифицированная «Яндексом» агентства «Интернет-реклама». Да, за 15 лет работы нашей организации, нами создано более полутора тысяч действующих рекламных компаний, в «Яндекс», «Гук» и других системах размещения. Также более 500 сайтов и мобильных приложений. Нам есть что-то торпиться, так что если вам нужен сайт или реклама в интернете, это все в том. В чем же секрет нашего успеха? Как мы считаем? Ну, во-первых, это востребованность нашей профессии. Так как сейчас все сидит в интернете, и пока эти технологии развиваются очень динамично, у нас всегда будет работа, будет чем заняться. Второе – это опыт. У нас есть накопленные знания и умения в сфере интернет-маркетинга, рекламы. И также у нас личный экспрессизм нашего руководителя во всех этих сферах. Еще мы всегда развиваемся, мы проходим различные обучения, ездим на конференции. Собственно, вот Игорь сегодня находится в «Яндексе» в Москве. И завтра мы едем тоже в Москву, в «Мэйл-групп» на ежегодную очень большую конференцию. Пойти технология. Мы гордимся нашей командой. У нас молодой креативный коллектив. Мы очень много времени проводим вместе, как на работе, так и в день. А главное, почему мы уверены в своем результате? Потому что мы очень любим свою работу, это действительно так, и свой коллектив. И очень любим людей. Вообще, в принципе. Также мы поняли в этом году, что больше знаний и опыт, накопленных в себе, поддержать не можем. Мы открыли новое направление по обучению. Мы обучаем вестальщиков, программистов, СММ-маркетологов. Это значит, что мы можем помочь обучить ваших специалистов в данной профессии. Мы не планируем останавливаться на достигнутом, и в следующем году у нас в наших планах открытие филиал в Санкт-Петербурге. Так как у нас действительно много клиентов из Санкт-Петербурга, это для нас уже очень готовое решение. Дальше больше. Планируем пойти, собственно говоря, по сфилиалам по России. Ну и да, как последний наш план, это открытие офиса естественного дня. Почему бы и нет? На этом основная часть нашей презентации закончена. Что бы хотели вам предложить некоторую активность, буквально еще три секундочки. Мы для вас приготовили чат-кода. У кого есть вайберы, надеюсь, есть такие счастливые обладатели в этом зале, вы можете сосканировать QR-код, пообщаться с нашим ботиком и получить гарантированные маленькие от нас приятности. У кого нет вайбера, у вас есть возможность его скачать за сегодняшнюю конференцию. И, соответственно, подойти к нашему менеджеру. У нас есть стелл в виде телефона на входе, вы его видели. Поэтому, да, обращайтесь, получайте подарочки. И спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое. Поздравляем Оксану и Ольгу, уважаемые жюри. Ваши вопросы? А вот уже кто-то хочет получить ботика. Следующий жюри. Вопросы? У меня вот вопрос такой, больше, наверное, для знаний. Вот внедрение agile технологии, это что такое? Agile? Ну, вот, agile или agile. Digital? Ну, тут написано agile технологии. Не знаю, может быть, это ошибка какая-то. Agile? Agile. Agile, да, agile, наверное, правильно пишется. По-русски что это? Смотреть бы, где написано. Дело в том, что все же там в кем, к сожалению, заполняли наимой мыль. Agile технологии – это последовательное приближение к цели. То есть это такая, по спирали. Это в цифровых технологиях, кстати, второй вопрос сразу. Зачем вам нужны офисы, кроме Пскова, если вы живете в цифровом пространстве? На самом деле, в цифровом пространстве, да, и всегда можно связаться и поставить конференцию, организовать, но сейчас люди из интернета все равно начинают покупать людей, люди вообще любят живое общение. Именно поэтому раз в месяц, если мы, например, нашим крупным клиентам в Санкт-Петербург, мы ездим в Москву, потому что люди перед тем, как заключать какие-то очень крупные договорные контракты, они очень хотят увидеть в тех людях, кто им будет оказывать эту услугу, надежный партнер. Так вам нужны офисы в городе, а вам нужны партнеры в городе, где вы можете провести премию, приглашать в Санкт-Петербурге, это креативная пространство, точка кипения, вы в любое время можете приехать, там поговорить и встретиться с клиентами. Офис создавать зачем? У вас Псков родная страна, вам здесь регион развивать и здесь платить налоги. Если идти с этого вопроса, может быть, но у нас есть на удаленке несколько сотрудников в Санкт-Петербурге, и просто наш руководитель, это вполне себе 10 судьи в банах, то есть уже, если не ошибаюсь, так года два эта идея перекидывается. Есть, наверное, свои причины, то есть я не могу, наверное, на них ответить, может быть, о реальных причинах, но действительно нам было бы интересно, может быть, это будет франшиза кофе-студия, почему бы и нет? Еще вопросы? Мы благодарим Оксану Емульевну, диплома участников. Мы продолжаем нашу работу и приглашаем Игоря Якуковского, компания «Одоль Псков», город Псков. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые посетители сегодняшнего мероприятия. Хотел в первую очередь поблагодарить организаторов этой премии, потому что здесь символ самой премии навел на мысль, что каждый из участников сегодняшнего мероприятия – это реальный домкрат, который поднимает экономику в нашем регионе. Я сюда тоже приехал всей семьей, я не местный уроженец, но много лет назад пытался организовать свой бизнес. Одна из компаний – это строительная компания «Одоль Псков», которую я руковожу. Трудно за 4 минуты рассказать о 10-летнем опыте работы в моей компании, но, тем не менее, попробую. Начну, пожалуй, с вопроса к студии нашей сегодняшней аудитории. Все вы можете представить интересную ситуацию, которую нам пришлось реализовывать практически. Представьте ситуацию, что стоит где-то здание, 72 квадратных метра, чтобы образно представить, это 12 метров в длину и 6 в ширину. И вам необходимо это здание переместить вместе с коммуникациями в какое-то другое место. Но с обычным зданием эта ситуация невеальна. Однако наши технологии, которые мы используем в своей работе, помогают реализовать эти идеи. Вот, в частности, можете посмотреть, мы перемещали такую столовую, недалеко, правда, километр от места и дислокация, на новое место с коммуникациями. И теперь она выглядит таким образом. Значит, наши конструкции позволяют, вот, именно таким образом они собираются у нас в цеху и практически в готовом виде и устанавливаются на объектах. Происходит такой монтаж. Из неординарных случаев хочу еще напомнить и упомянуть возведение вот такого здания. Сегодня один из наших конкурсантов рассказывал про Талабские острова. Мы устанавливали эту конструкцию на острове, тоже в Христовском озере. И задача была установить здание за три дня. Задача практически невыполнима для обычного строительства. Однако мы успешно справились. За три дня и в ходе реализации проекта возник очень интересный, такой сложный человеческий фактор, который в виде нетрезвого паромщика нам было очень сложно его найти и вывести оборудование с этого острова. Значит, к чему я привел данные примеры? Потому что у нашего строительства есть ряд преимуществ, и где нет места обычного строительства наши технологии всегда вращают. Мы стоим практически у истоков любого строительства, которое осуществляется в нашем регионе. Любая стройка не обходится без наших модульных конструкций или городков. Значит, в заключение хочу сказать, что мы всегда стремимся реализовывать свои проекты, всегда открыты новым технологиям. Значит, в задачах и в планах у нас стоит освоение выпуска собственного утеплителя, что позволит экономить на себестоимости нашей продукции. Также планируем закупить оборудование для производства профилированного бруса, что позволяет расширить спектр наших модульных конструкций и освоить еще больше заказов и какую-то нишу в сфере рынка. Ну и в заключение хочу сказать, что мы ждем всегда открытым инвесторам и ждем вас как предпринимателей у себя в офисах для реализации ваших проектов. Игорь Губовский, компания Модуль. Вопросы? Игорь, здорово. Мне нравятся модульные конструкции. Подскажите, пожалуйста, я понимаю, что вы производитель. Да. Производитель модульных конструкций у вас АКВЭД и какие-то есть сертификаты на конкретный модуль, правильно? Сертификаты присутствуют. Если вы экспортировали в АКВЭЛ-Эстонию, то, наверное, сертификаты присутствуют. Евразийские там и так далее, да? Мы с техническими паспортами оформляем. Безусловно, у нас есть отдел приемки наших изделий, которые не выпускают с производства, пока заключение не пройдет. Для экспорта нашей продукции необходимы также фитосанитарные сертификаты. Мы выпускаем по септехнологиям, склеиваем дома в большинство своей продукции. Есть, конечно, металлоконструкции, но сертификаты необходимы. То есть у вас сертифицирована, в принципе, каждая конструкция, которую вы кому-либо продаете, правильно? Да, большинство. Подскажите, пожалуйста, вот здесь сказано в справочке, что процент экспорта у вас составляет 1%. Это, наверное, описка, потому что основные покупатели это в Африи и Эстонии. Или все-таки в России вы что-то продаете? Да, на экспорт у нас, к сожалению, уходит не столько много, сколько хотелось бы, но, тем не менее, закупают у нас страховые модули, передвижные, небольшие конструкции. В том числе мы поставляли в Атвию буквально 2 месяца назад байму передвижную тоже перевозили. Значит, основная продукция у нас расходится именно по Псковской области и по нашему региону. Очень редкая Ленинградская область, Новгородская, но в основном это наш регион. А вот, кстати, здесь на слайде представлены желтые страховые модули, которые можно наблюдать, практически двигаясь в сторону гранит. Их очень много, более 10. Это тоже говорит о успехе наших конструкций и востребованности по рынке. А можно уточнить, сколько штук вы в год производите без витража? В год? Да, в год. Год от года разный. Также хочу сказать для нашего жюри, что работа, к сожалению, предпринимательская, сезонная. И мы иногда штат сотрудников, особенно в 2015-2016 году, у нас увеличивался до 150 человек. Сейчас у меня, видите, это наш костяк, который постоянно работает. Это офисные манерры и инженерные люди, которые постоянно у нас находятся. Поэтому развиваемся, но сезонность присутствует. Скажите, пожалуйста, у вас в 2018 году 3 миллиона, выночка в 2019, 6 это прогнозы или на текущий момент? 6 это на текущий момент. До конца года еще, надеюсь, мы осваиваем еще ряд мероприятий. У нас есть постоянные клиенты, что радует, которые возвращаются к нам через много лет. Постоянство и стабильность – один из наших плюсов. И вот на данный момент мы осваиваем большой проект, реализуем совместно с предприятием, которое занимается переработкой металла. Не только в нашей области, но и по всему региону. И вот наша конструкция уходит в Ленинградскую область очень много. И опыты приема металлолома организуют именно в таких модульных зданиях. А разница между 2018, 2018, 2019 и 2018 провалом? Как вы объясните? Есть провал. У нас это связано с тем, что меняется клиентская база. До 2017 года процентов 70 рынка занимали частники. То есть люди приходили, строили дачи, домики. Сейчас, к сожалению, покупательская способность населения немножко снизилась. И был провал, пока мы переориентировались на именно предприятия, которые в большей степени закупают технические модули, промышленные, либо офисные. С этим связано. Спасибо. Мы благодарим Игоря, компания «Моро-Миско». Продолжаем нашу работу, продолжаем знакомиться с проектами финалистов регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Кстати, на сайте еще можно отдать свой голос за понравившегося финалиста. И приглашаем Наталью Бегму. Молочное фермерское хозяйство «Заря», город Печоры, Псковская область. Да, а наше экспертное жюри просим не забывать ставить оценки нашим финалистам. Потому что финалистов много, чтобы потом можно было подвести итоги и определить лауреатов. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофончик можно повыше. Микрофончик можно, конечно, сделать. Да, да. Давайте вот сюда. Так, кнопки. Здравствуйте. Добрый день. Представляю сельскохозяйственный производственный кооператив «Заря-1». Находимся мы в Печорском районе Псковской области. Соответственно, я учредитель, идейный вдохновитель. Соответственно, активатор всего этого, всей этой организации. Соответственно, о чем мы хотим рассказать. Пришли мы к этому в 2015 году. Сейчас появится красивая короба. Пришли мы к этому в 2015 году случайно. Не живут на воды ни разу. Мы никогда не были живут на воды. У меня было маленькое производство на волне эмбарго, которое поддерживало производство молочное для одного из модных ресторанов. Мы решили сэкономить на затратах и купили коробу. Соответственно, первоначальные инвестиции во всю эту историю составили около 14 миллионов, половина из которых – это цена прикладного сельскохозяйственного образования. Потому что те, кто восстанавливали короба, знает, как-то тяжело. Но и в принципе. Соответственно, к 2016 году нам удалось, благодаря помощи сельскохозяйственной администрации в Псковской области, добиться прибыли. Первой из которых у нас появилась. В 2017 году у нас начали кредитовать Россию Госбанк. Мы очень признательны за это, что помогло нам, собственно, достигнуть тех оборотов, которые у нас сейчас есть на данный момент. Дальше. Следующее. О кадрах. О существующих проблемах. Самая главная проблема в селе – это кадры квалифицированные. Что мы сделали? Мы отдали животноводство и ветеринарию на аутсорсинг. То есть те люди, которые у нас работают, они главы крестьянско-фермерских хозяйств. Они работают семьями. Им это все очень нравится. Они специалисты. И сами работают сами на себя, ставьте партнерство в таком случае. Поэтому чуть-чуть по-другому работает, чем в обычном российском хозяйственном производственном оперативе. Соответственно, дальше. Начнем с планов. Мы сейчас активно развиваемся. А, про обороты. Кстати, вот. Пытаем назад. Соответственно, начинали мы с полутора миллионов. У нас были обороты. В 2019 году мы плавно стремимся к 20 миллионам. Но это, опять же, соответственно, благодаря государственной поддержке и тому же самому любимому Россию Группу. Так, назад. Планы. Первый план – это открыть нормальную переработку. То есть то, что мы когда-то где-то делали в Петербурге. Ну, перевести в Псковскую область, Печорского района. И производить чудесное молоко, сливки, сметану, сыр. Ну, в общем, промышленное производство, грубо говоря. Так, на это у нас есть итальяно-китайский инвестор. Но мы пока не уверены в этом все. Второй план – это агротуризм. Про это я долго рассказывать не буду, потому что время заканчивается. И вообще поселок, в котором мы находимся, ему около 600 лет. Поэтому это все интересно. Ну, и третий, самый интересный, наверное, проект, на котором я задержусь. Это энергоэффективный комплекс. То есть, соответственно, это строительство теплиц рядом с коровниками. Потому что воздух, который находится в коровниках, полезен для растений. Соответственно, наоборот, кислород, который выделяют в растениях, полезен для коров. Соответственно, и там, и там производительность увеличивается. И все становится очень хорошо. Соответственно, энергоэффективность – это энергия Солнца. Это солнечные панели, это реплики, энергия ветра. И переработка биологических отходов, которые от жизнедеятельности животных. Это специальные отходы, можно я это говорю? Чуть-чуть, чуть-чуть-то говорю. У нас есть чудесный инженер, который защитил диссертацию на эту тему по поводу перерабатывающей установки. Да очень хочет воплощать это все. Этим заинтересовался Псковский инжиниринговый центр, который проверяет наши проекты. Ну, на пригодность, в принципе. Ну и, соответственно, проектные мощности, вот все эти энергоэффективности позволяют, помимо своей фермы, еще снабжать энергией пару соседних деревень, если государство это разрешит. Потому что сейчас нельзя. Ну, у меня все. Спасибо большое. Было время Наталью. Уважаемые жюри, вопросы. Не больше двух, чтобы нам не выбиваться из реганта. Хотелось бы задать вопрос. Если бы вы могли бы время перемотать назад, вы бы пошли по этим путем? Да. Я... Да. Да. Точно, да. Скажите, пожалуйста, есть федеральная поддержка сельскохозяйственных производственных кооперативов? Эти гранты и субсидии пользуются? Нет. Гранты мы получаем. Мы субсидии получаем на скот. Мы не... Есть потребительские кооперативы, а не производственные. Потребительские кооперативы мы еще не создали. Для этого нам не хватает трех организаций, если они будут группы. Но он будет, наверное. Опять? Ну... Ну, по поводу этого я не знаю, но мы хотим, мы все хотим. На фотографии ваше хозяйство или это... Наши, наши, коронки мои, я по-разному сидела в засаде. То есть это ваше здание, да? Вот нет, это проект. Это проект, да? Ага, ага, я понял. Это мы проект активно рисуем. У нас... У нас красиво. Приезжайте. Мы благодарим Наталью. Спасибо. И приглашаем Анвара Зуфарова. Ферма Бебешкина. Город, деревня Бебешкина, Псковской области. Здравствуйте. Меня зовут Анвар Зуфаров. И я, наверное, на данный момент самый молодой предприниматель. А, да, я хотел сказать, да, я предприниматель. Я самый молодой предприниматель, наверное, из всех участников. И я бы хотел начать все-таки с представления себя в первую очередь. Потому что ферма Бебешкина – это два человека. Это я, Анвар, и Анна Перова. Но говорить я буду о себе. В первую очередь, что хотел бы сказать. Вот Владислав Жукович, он сказал, что был такой исторический опыт начинать с минуса и выходить в огромный плюс. Я, можно сказать, тоже начал с хорошего минуса. Два года назад я еще не был гражданином Российской Федерации. И даже более могу сказать, меня активно выгоняли из России. Так получалось. Но произошло чудо. И в 2018 году я получил гражданство. В декабре 2018 года я стал главой крестьянско-фермерского хозяйства. И вот я хотел бы сказать, что, наверное, я буду говорить про 2019 год. Я буду говорить не о том, что я сыровар. А я сыровар. Не о том, что я фермер. Я фермер. Я не буду говорить про объемы. Я буду говорить про то, что у меня получается помимо этого. А это популяризация предпринимательства. Это популяризация Псковской области не только в других частях России, но и за рубежом. Что хочу сказать. Что да, я вот в общем-то стал в 2018 году только предпринимателем официально. Но в начале 2019 года уже была получена премия народное признание Псковской области в номинации «Наша марка». Потому что на самом деле ферма Бебешкина и сыры Бебешкина узнают уже во всей России, знают во Франции, в Германии и в Великобритании. Дальше. Этот год очень активен, ну в принципе и как предыдущие, на наше участие во всех глобальных программах не только на территории Псковской области, но и в Санкт-Петербурге и в Москве. Я хотел бы остановиться на гастрономическом форуме, который проводится пять раз во Пскове. И это великолепное мероприятие, которое мы поддерживаем всеми силами. Мы были представлены на программе представления Пскова в Москве. Я считаю, что мы очень достойно выступили. Также у нас, это вот наша продукция, то есть мы выступали на грандиозных гонзейских днях, которые проходили во Пскове, это международные. Мы защищали честь уже России, не только Псковской области, перед нашими заграничными партнерами. И самое важное событие, которым я горжусь, которое произошло в 2019 году, это фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино». Мы были соорганизаторами и, наверное, самыми главными участниками этого события. 10 тысяч человек. Продано больше двух тонн сыра было за один день. И, к сожалению, продано было все в первый день. И на второй день фестиваля уже ничего не осталось, потому что мы были морально не готовы к такому потопу людей. Но это было действительно очень феноменально и великолепно. Далее мы участвуем во всех самых грандиозных событиях года. Это «Сыр, пир, мир» в Истре, это фестиваль Олега Сироты. Это фестиваль «Свое», который устраивает Россельхозбанк. То есть мы тоже присутствовали и даже не только как производители, но и как спикеры, о чем свидетельствуют фотографии. Можно вот минуточку я еще расскажу про Бебешкино, потому что это тоже очень важно. Что такое Бебешкино? Это населенный пункт, который еще три года назад был нанесен на все карты как урочище. То есть он был полностью заброшен и уже более 20 лет он не является населенным. Хотя в реестре существует. Что было проделано? Посмотрите, в 2012 году мы начали интересоваться Бебешкино как нашей целью. В 2014 году мы уже получаем первое основание там стабилизироваться. В 2015 году мы докупаем уже землю. В 2017 году подана заявка. В 2018 году мы уже получаем знак Бебешкино, указатель. На Яндекс.Картах вы уже видите не урочище Бебешкино, а деревню Бебешкино. И я могу сказать определенно, что у нас в конце этого года мы уже, ну вот как раз, наверное, сейчас на параллельной сессии говорят про Изборский тракт. Это первый маршрут, частный гастрономический, туристический маршрут, Изборский тракт, в котором мы тоже принимаем активное участие. Далее. Вот это Бебешкино сейчас. То есть так же, как она была и 10 лет, и 15 лет назад, мы начинаем перевоплощать жизнь. У нас на фестивале были 500-метровые пробки автомобильные. То есть огромное количество людей, которые эта местность не видела, наверное, последнее столетие. Но все возвращается. Мы возрождаем деревню. Это послезавтра. Давайте поговорим о завтрашнем дне Бебешкино. Это ферма. Это глубокая переработка продукта. То есть мы уже делаем великолепные сыры, которые признаны даже не только россиянами, но и другими странами. У нас очень много всего в планах. Миссия – это, конечно же, бизнес, культура, экология и развитие сельских территорий. Ну, этапы реализации я уже не успеваю. И главное, конечно же, во главе стоит экологическая составляющая ведения бизнеса. Спасибо за внимание. Благодарим Анвара. Да, я хочу добавить, что вот как раз-таки вот лозунг этой премии «Территория бизнеса, территория жизни» – это Бебешкино полностью отражает своим фактом. Спасибо. Анвар, не уходите. Вопросы? Анвар, вопрос. А как получилось так, что сыра-то не хватило? Две тонны за один день продали, несмотря на то, что был дождь. Народу было просто море. Вы ожидали вообще такой эффект? Вот я скажу честно, что предел наших ожиданий было пять тысяч посетителей. И как-то вот мы планировали, что вот хотя бы на пять тысяч у нас должно хватить. У нас были резервы, были запасы, но их не хватило, потому что такой сумасшедший, скажем так, феноменальный, я считаю, успех, он был непрогнозирован. Мы благодарим Анвара и приглашаем Константина Ярового. Новосокольники, Псковская область. Христианско-фермерское хозяйство. Здравствуйте, дорогие наши гости и члены нашей комиссии. Я глава Крестинского фермерского хозяйства Яровой Торстантин Ильич. Моя ферма семейная находится на территории Лакнянского района. На протяжении многих лет я состою в Ассоциации фермеру, член Совета Ассоциации фермеров. Получилось, что в 2018 году меня наградили оборонежным письмом министра сельского хозяйства. Начали я свое хозяйство как бы сначала с ЛПХ. Была у меня корова, поросяты, овцы. И так и пошло. Родились у меня дети, дети росли. И так у меня росло свое хозяйство. Решили я в 1965 году оформиться официально, как главой крестьянского фермерского хозяйства. Поработали пару лет. В 2007 году обратился я в Росельхозбанк для получения кредита, для увеличения своего стада. 25 гаунителей и новый трактор, пресс-подборщик новый, косилка, грабы и так и все остальное. Потом через год еще купили охладители молока, бетоны. Многие говорят, зачем берешь большой, бери маленький. Я говорю, я хочу дальше, надо большой. И так же в 2016 году я принимал участие в конкурсе грантов. Получил грант. Я опять все деньги на превратение неделей потратил. Ну и с 2016 по сегодняшний день у меня общий стандарт вместе с молоком более 300 голов. Молоко мы сдаем в Пушкиногорский молочный завод, который нас не всегда вкладывает деньги и помогает, выручает. Особенно уборка идет и заготовка корма. И еще молодая компания, поскольку на Великие Луки тоже приезжает, забирает нашу молоко, как бы довольным. Что я хотел дальше, мои перспективы. Мы хотели бы купить оборудование для переработки нашего молока и увеличение дойной стады в конце 2020 года до 400 голов. Я приобрел в прошлом году ферму, у меня была ферма, компаваленте, накупили у нас на 100 голов. Мы сейчас приобрели новую ферму на 100 голов, она была уже все разграблена, вот, и мы сделали ремонт, и вот, дальше продолжаем делать. Рядом есть другая, в которой тоже мы хотим, чтобы у нас было 400 голов дойная, а на 100 голов как бы там ремонт. Молодня, чтобы там дойная. Вот, но мой успех, в чем заключается, еще, потому что у меня выросло трое детей, дочка и два сына. Дочка у нас, все закончили высшее образование, дочка как бы работает и ведет наше все, в квартире экономистическое участие, все расцветное. Два сына отслужили армией, так и они остались со мной. И работают так же, как и я, рядом. Когда уборка, все на тракторах, надо доить, мы доим, надо лечить, коров мы лечим. Все мы умеем, все мы делаем. Вот, и рядом с нами, как бы, в деревне, где мы находимся, люди и есть, но колхозы давно закончились, все, умерли. Вот, поэтому мы создали рабочие места, как бы, так бы пять, но мы все равно, законов кормок, у нас где-то 15-17 человек постоянно работают. Вот, хотел, конечно, секунду еще, хотел бы поблагодарить, конечно, тем, кто решил, что я нужен здесь, ну, сегодня. И от ассоциаций фермеров, конечно, нашему руководству Усковской области, администрации, которые долго нас не признавали, более тем, как мы уже с ними сотрудничаем, работаем, уважаем, помогаем, особенно они клавицы на ферманах, всегда с нами. И агропромышленную нашу, агропромышленную нашу, агропромышленную нашу палату благодарим. Когда мы создали нашу соцсетку фермеру, они нам предоставили место для проведения всех наших совещаний, там, советов наших. Вот, по сей день мы там к ним. Когда проходим совещания наши, советы мы у них. Спасибо, Станин. Вопросы жюри? Часто бывает на таких территориях проблема с кадрами из-за того, что люди злоупределляют алкоголем, воруют. Как вы решали эту проблему, и есть ли у вас какие-то уникальные решения? Я, честно говоря, да, это проблема везде и повсюду. Да. Я, например, вот как в этих других хозяйствах, которые, да, например, рядом со мной Насла, да, которые они решили, что человек, который работает в толхоте, у них ничего не должно быть. Я по-другому. Я, например, в своей доярке, у них была корова больная, я, например, дал корову. Я, если у меня корма есть, они не знают о том, что вот надо им косить, я привожу им все это домой, как и корма, помогаю. Поэтому они не стараются воровать, но были проблемы, честно говоря, были. Поэтому на сегодняшний день я этот вопрос решил. Воросткова у меня нет. Ну, конечно, бывает, что по пьянке, там одно другое, но все бывает, но уже не так. Все нормально. Благодарю Константина за выступление. Можно еще один вопрос? Константин, то есть получается, что та вкусная продукция Порховского молочного завода, это Ваша заслуга? Пушкиногорского, извиняюсь. Пушкиногорского, конечно. Это Ваша заслуга. Молодцы. Спасибо диплом участника. Спасибо. И мы приглашаем, даем время для выступления нашему очередному финалисту, главе крестьянско-фермерского хозяйства Илье Иванову. Город Порхов, Псковская область. Здравствуйте, члены жюри. Здравствуйте, гости форума. Меня зовут Илья, я приехал из города Порхова. Занимаюсь очень личным хозяйством. Выращивают огурцы и вторичные переработки занимаются этих огурцов. То есть, если со свежими огурцами все понятно, то с вторичной переработкой мы их делаем. То есть, занимаемся веальными огурцами, огуречными мемонами, пастилу делаем огуречную и чукачкену. Ну, довольно большой ассортимент продукции. Площадь парников у меня порядка 4 тысяч квадратных метров. Есть и отапливаемые парники, и сезонные линии. Людя работают около 10 трудовых мест, получается. Мы ездили в этом году в Германию на «Зеленую неделю», показали там свою продукцию. По России ездим, в Нижний Новгород, в Тверь. Живу в деревне, занимаюсь артурцами. Спасибо. Спасибо. Кроме Бешкина, у нас три сельхозпроизводителя или участника, которые, так скажем, скромны своих возможностей предоставить информацию как можно больше. Поэтому, может, стоило бы всем участникам форума каким-то образом узнать местонахождение наших номинантов, да, чтобы мы могли подъехать, можно попробовать продукцию и, соответственно, дать какую-то обратную связь. В том числе мы бы им могли в реализации своей продукции здесь и нашему населению. И дальше бы пошла у нас информационная такая составляющая. Поэтому спасибо вам, спасибо всем, кто на земле. Вы скромные, но от вас многое зависит. Мы благодарим Илью. Вопросик еще хотел бы задать Илья. Я здесь. Смотря на вашу статистику, количество сотрудников 11 человек, а оборот у вас 650 тысяч рублей. То есть это обороты или все-таки это прибыли от компании? То есть как у вас все-таки при таком обороте удается содержать столько сотрудников и задействовать в этом процессе? Скорее всего, скорее всего, прибыль. Нам в том году дали получаться гранты, оплачены еще, ну, как-то я бы, на расширение. Вот поэтому там, возможно, тоже там нас финансировали. Потому что все еще не показали финансовую. Я понял. Понял. Еще вопрос у Владислава Жуковича. Илья, вот вопрос. Ну, понятно, что все начиналось с огурцов. А вот почему пошли в какие-то изыски огуречные? Это от скуки или вы возрождали какие-то традиции? Там все в Кумаренко, опять же. И ассортимент продукции, как огурцовый, как огурцовый, как огурцовый и прочего. И думали на том, как можно перерабатываться, помимо традиционных саденов. Вот приключение к тому, что огурцы нужны с чесноками. Это какие-то древние рецепты или какого-то? Мы определенную рецептуру нашли, но все это было уже доработано на месте. Компания «Добрый поставщик. Город Смоленск». Проект презентует Антон Поляков. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Также хочу поприветствовать организаторов данного события, членов судейской комиссии и всех гостей, прибывших в этот зал для просмотра данной бизнес-премии. Спасибо. Хочу представиться. Меня зовут Поляков Антон. Я представляю город Смоленск. Я являюсь добросовестным поставщиком отдельных видов товаров. Для государственных, муниципальных, образовательных и детских учреждений, социальных учреждений. Рабочая деятельность моя, она не только по Смоленской области, она также задевает и другие ближайшие регионы. Находясь здесь, на этой сцене, перед вами, и рассказывая о своем роде деятельности, хочу провести главную мысль, которая является неотъемлемой частью каждого из нас. Это честность, открытость и оптимальная прозрачность. Какой бы мы деятельностью бы ни занимались бы среди здесь присутствующих, это будет производство, торговля, либо оказание каких-то услуг, это ключевые моменты, которые должны быть неизменными, неизменными быть и оставаться с нами до конца. Я работаю именно так, по совести. Я не могу быть по-другому и никак-то не представляю свое дело как-то иначе. К тому же, истинно остается истинной о том, что мы можем репутацию и имя потерять всего лишь один раз, но это будет навсегда. И поэтому хочу вам показать одну историю о добром поставщике, с вашего, пожалуйста, позволения. Начал свою предпринимательскую деятельность открытие двух торговых точек. Поставлял туда мягкий инвентарь, трикотаж для всей семьи. Проезжая возле детского дома, понял о том, что можно начать сотрудничать именно с социальными учреждениями. Ведь можно выполнять работу, которая точно принесет радость всем. Почти год я поставляю мягкий инвентарь. Детские дома, метеучреждения, дома престарелых, по всей Слоненской области, работаю в Калужской, Тверской областях. Идет развитие на Псков, Брянск и Орел. Работы много, но если я выиграю тендер, то привожу товар качественных. Так, это плату. Начинается с того, что я захожу в сайт закупок. Смотрю, какие тендеры появились, какие заявки я им выкладываю. После анализа этих заявок я ее просчитываю. И понимаю, смогу ли я привезти клиенту именно тот товар, который он хочет. Если я понимаю о том, что я не могу это сделать, либо сделаю это некачественно, я не беру эту заявку. Когда я только начал углубляться в этот процесс, понял, что таким учреждением одежду и необходимый инвентарь не всегда поставляют хорошего качества. Меня зацепила такая несправедливость. Если у меня есть возможность, хоть что-то исправить, я ее использую. И не останавливаюсь. Ищу новых поставщиков, еще новый товар, тот, который больше был устраивал людей, для которых я работаю. Для себя мы выбираем все лучшее, чтобы нам было комфортно, тепло и уютно. И если мы будем относиться ко всем, как к себе, мир станет намного лучше. По-моему, это должно быть нормой. Я не герой. Я просто выполняю свою работу. В каждую доставку вкладываю частичку души. А разве должно быть иначе? С самыми добрыми намерениями. Искренне ваш. Поляков Антон. Спасибо. Вопросы Антону. Что позволило увеличить обороты в 10А Запад? Дело в том, что репутация, которая работает на меня. И если я поставляю товар, то я поставляю его непосредственно качественно. И дошел до того, что ко мне уже сами муниципальные учреждения звонят и просят, чтобы я предоставил им ту либо иную продукцию. Либо даже консультируются со мной, а какой бы им товар подошел бы лучше. А также, например, сейчас, разговаривая с вами, поступил новый контракт на предоставление одеял-подушек в Калужскую детскую больницу. Поэтому после этой презентации, после этого события, я уезжаю именно туда. Тут мы уже прослушали историю болезни роста. Что у вас в ближайшее время по планам развития? Как ранее было здесь сказано, я вижу развитие вашей области, в вашем регионе. Потому что прекрасно понимаю, что эта проблема действительно касается всех и вся. И здесь можно развиваться и быть востребованным среди данных учреждений, поставляя товар именно тот, который будет нужен человеку. Это одно. И другое я также рассматриваю в ближайшей области. Это Прянск-Орел. В таком же направлении. Я имею в виду в вашем бизнесе проблема роста. Она реально существует. Как вы будете справляться с этим обзором? Думал об этом. Поэтому сейчас собираю команду. именно ту, на которую я могу положиться и в дальнейшем уже с ней работать. Также идет речь о открытии наподобие каких-либо фланшиз. Это имеет место быть. Вот. То есть у вас есть бизнес-модель по развитию вашего бизнеса, потому что он реально растет хорошо. Вопрос. Как вы в Пскове собираетесь? Где вы будете искать персонал? Как вы будете подбирать? Как офис открывать? Очень хороший вопрос. Остается мне задуматься об этом. У меня будет, так сказать, домашнее задание, на котором мне надо будет поработать. Спасибо. Да, еще один вопрос. Антон, я правильно понимаю, что вы работаете в рамках 44-го ФЗ? Да, конечно, разумеется. Ну, значит, никаких договоренностей, чтобы какой-то муниципалитет звонил по телефону, быть речи не мог. Правильно? То есть просто вы свой бизнес строите на том, что выигрывая аукционы, вы максимально поставляете качественный товар. Правильно я понимаю? Правильно, но я готов вас чуть-чуть поправить. В связи с тем, что по 44-му ФЗ, да, вы прекрасно понимаете о том, что договорился никто не может, потому что торги, они имеют место быть, они честные. И я непосредственно к этому прилагаю все усилия, чтобы это было именно так. Но дело в том, что если мы говорим о малых закупках, то идет речь о контрактах, которые, например, до 3 тысяч рублей. Тем самым, получается, товар может покупаться у единственного поставщика. Но этих договоров можно сделать и 10, и 15. Но они будут до 3 тысяч рублей. Я уже с этим сталкивался. Мне детский дом «Гнездышко» в Смоленске, он звонил. А после того, как я им привез, выиграл тендер, привез им нужный товар, им понравилось, буквально через неделю поступил уже звонок. Вот. И поэтому уже к учебному году я поставил именно ту продукцию, которая им была нужна. В Казке получается именно вот тот момент, про который вы только что сказали ранее. Спасибо. Мы благодарим Антона. И обращаемся к нашему уважаемому жюри. Большая просьба сейчас заполнить окончательно, если вы где-то что-то пропустили, какую-то графу, выставить баллы от 1 до 5, потому что сейчас у вас будут собраны эти оценочные листы, ибо мы движемся к финалу нашего регионального этапа, а именно узнаем о проектах тех, кто номинирован в лучшую муниципальной практике поддержки предпринимательства и улучшения институционного климата. Итак, уважаемые жюри, вы заполнили по предпринимателям? Да. Можно собирать, и я сейчас хотел бы сказать несколько слов о том, что в этой номинации представлены два номинанта. Это, прошу прощения, если неправильно поставлю удовлетворение, Пестовский район, Пестовский? Пестовский район Новгородской области и город Рязань. Порядок и тайминг выступления чуть больше дается времени, не 4, а как предпринимателям, а 5 минут. И мы приглашаем, также два вопроса от членов жюри, и мы приглашаем главу Пестовского района Новгородской области, Дмитрия Владимировича Иванова. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я очень рад присутствовать на Столь высоком собрании. Мне сегодня приятный день. Видео много молодых национальных предпринимателей, которых не хватает у меня на территории. Сегодня я вам расскажу о Пестовском районе Новгородской области, главой которой я являюсь. Социально-экономический рост района – основная задача органов местного самоправления, а развитие малого бизнеса – одно из ключевых условий этого роста. Системное взаимодействие власти и бизнеса способствует активному развитию предпринимательства. О нашем активном взаимодействии с бизнесом говорит то, что Пестовский район занимает первое место по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства среди муниципалитетов нашего региона. Хочу поделиться с вами результатами реализации мероприятий по поддержке предпринимательства и рассказать об институционной привлекательности нашего проекта. Любой предприниматель сталкивается с пятью основными проблемами. Не хватает денег, материальных ресурсов, недостаточно синтекционных, профессиональных, коммунистикационных ресурсов. Только комплексный подход к решению всех этих проблем может дать положительный результат. Именно на этом нацелена муниципальная программа поддержки предпринимательства в нашем районе. Основные характеристики нашего района представлены вам на этом садлайде. Здесь вы можете увидеть значительный вклад малого бизнеса в экономику нашего района. Каким же образом выстроена организационная инфраструктура поддержки нашего предпринимательства. Уникальная активность бизнеса в районе заключается в единстве двух команд администрации района и сообщества предпринимателей. Оперативное информационное информирование субъектов предпринимательства о мерах поддержки способны реализации инвестиционных проектов и развития нашего бизнеса. В инициативе предпринимателей создан и работает совет предпринимателей. На базе района МФЦ предоставляются услуги предпринимателям по системе одного окна. На этом слайде вы видите все меры поддержки, которые осуществляются и поддерживаются наш бизнес. Если что-то вас заинтересовало, сфотографируйте и проверяйте, работаете ли это на вашей территории. Динамику поддержки малого бизнеса вы видите на этом слайде и видите значительный рост по увеличению мер поддержки и активности нашего бизнеса. На следующем слайде вы видите результаты деятельности нашего предпринимателя. Несмотря на внешние экономические факторы, количество субъектов малого и среднего предпринимательства растет. Количество открытия рабочих новых мест растет. Наибольший удельный вес в Крестовском районе занимает деревообработка и лесозаготовка. Но бизнес не только реализует традиционные виды деятельности, но и осваивает новые, в том числе и социальную сферу. Из практик, рекомендуемых муниципальным образованием, на территории нашего района реализовано 20. Хороший результат, красивая цифра. Еще одной особенностью поддержки предпринимателя нашего района является не только системный подход, но и установление новых контактов, установление связи бизнеса и власти в неформальной обстановке. Вы спросите, в чем особенность? Расскажу. Стремление привлечения инвестиций в район подтолкнуло нас к идее проведения межрегионального инвестиционного форума на территории нашего района. Участие в нем принимали представители трех регионов, члены правительства этих регионов, институты поддержки предпринимательства этих регионов, муниципалитеты этих регионов и бизнес-сообщества. Особенность форума заключалась в том, что предприниматели приходят на одну площадку и находят ответы на вопросы о развитии своего бизнеса, имеют возможность установления новых связей и поиска новых партнеров. Неформальная обстановка форума заложилась в проведении матча по мини-футболу между господствующим и бизнесом. В рамках форума участники имели возможность ознакомиться с успешными практиками в промышленности, экотуризме, культурном наследии. Для вовлечения молодого поколения в бизнес-среду была проведена деловая игра «Поиск инвесторов», участниками которой стали учащиеся в школах нашего города, техникумах, представители правительства Новгородской области, Вологодской области и предприниматели данных регионов. Итоги проведения института форума отражены на слайде и неформальная обстановка данного форума позволила сделать такие результаты. Института форум получила высокую оценку руководства нашей области, гостей и других регионов. Сфотографировав этот слайд, вы увидите факторы инвестиционной привлекательности нашего района и проверите, не забыли ли преимущества ваших территорий у себя дома. Благодаря системному подходу к работе предпринимательными и с инвесторами, институтами поддержки на территории нашего района реализованы инвестиционные проекты, которые вы видите на этом слайде. Несколько примеров реализации и находящихся в стадии реализации дополнительно после инвестиционного форума, который прошел у нас в мае месяце. Но, безусловно, лучшая оценка работы администрации является оценкой самих предпринимателей, которые активно участвуют в социально-экономическом развитии нашего района, в том числе оказывают спонсорскую помощь социального учреждения и учащихся в социальных проектах. Хочется отметить, добавить дополнительную информацию, только успехом нашего малосельного бизнеса. За этот год порядка свыше 200 миллионов бизнес вложил в наши социальные объекты, в наши муниципальные районы. Спасибо за внимание. Жду вас, Сергей, гостя. Дорогие друзья, вопросы Дмитрию Владимировичу. У меня есть вопрос, Дмитрий Владимирович. Вот смотрю табличку по вашей статистике, коллегами отметили, чистое социаления падает в муниципальном образовании, а вот количество субъектов растет, причем так растет существенно. Учитывая то, что у нас такая специфика ведения бизнеса похожая на Псковскую область, на Новгородскую, каким образом удалось вам все-таки с 16-го года уменьшить количество субъектов практически на 50%, ну не на 50%, на 40%. То есть что это вам поспособствовало? Давайте так. Первое, это легализация бизнеса, который сидел в тени. У нас сфера бизнеса, как я и сказал, это деревообработка, лесозаготовка, но основной вид деятельности это у нас деревянное домостроение. Это, как обычно, это наличные расчеты, тюневой и так называемый диванный бизнес. Благодаря тому, что мы пошли навстречу бизнесу, мы этот бизнес частично просто вывели стены. И как пошли? Ну что вы... Просто я лично главой встречался с бизнесом, он сказал, что ребята, давайте жить дружно, давайте в реальности вы воруете не у меня в государстве, вы воруете в своих детей, воруете в своих родителей того, что вы не отчисляете новые платежи и все остальное. И на примерах тех предпринимателей, которые откликнулись, любой бизнес уже видит и идет на легализацию. Это первый, который основной, наверное, принцип моей деятельности, что как и пополнение бюджета, налоговое отчисление, так и легализация бизнеса, который когда-то был в тени. Я понял. Ну это второй вопрос в связи с этим. По статистике все-таки число субъектов малого и среднего бизнеса в регионах падает. Это регион. Я в регионах. Вот поэтому на фоне других муниципальных образований вашего региона вы выглядите лучшим, я так понимаю, по таким показателям. Я занимаюсь первое место. Да, первое место. Вы слышите на душу населения, да, так если первое место, и действительно бизнес нашего стены. Если кому интересно, в Ютубе есть замечательный клип. Посмотрите, он старый, но он неизменен. Пестовский район имеет такую историю. Было два градовозвучих предприятия. Годы перестройки они ликвидировались. Малый бизнес подхватил этот бизнес. Частично сегодня рассказывали вам про модульные здания, которые контейнерного типа. Но это история пестовская. Все госстройки, что Олимпиада, что М11, живут строители в наших домах. У нас имеется преследчество, как в Санкт-Петербурге, как в инстрии нашего бизнеса. Эта сфера также дачное домостроение, малоэтажное домостроение, каркасные дома и все остальное. Клип называется «Из 100 деревней миллионеров». Советую посмотреть в Ютубе очень захватывающе интерес. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Уважаемые жюри, да, проставляйте оценки в наших листах. Диплом участника. Дорогие друзья, и мы приглашаем Дениса Александровича Маршубу, заместителя начальника отдела предпринимательства и торговли и управления экономического развития администрации города Рязани. Дениса Александровича Маршубу, Дениса Александровича Маршубу, муниципальной практики поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. Рязань – это весьма перспективный город для развития предпринимательства. Выгодное географическое положение в центре Европейской России делает Рязань особенно привлекательной для инвесторов. В связи с чем Рязань – это весьма многогранный город. У нас в этом году уже прошел второй форум древних городов. Всероссийский кулинарный чемпионат происходит прямо сегодня и прямо сейчас отборочный этап конкурса «Шеф Аля Рус». И, кроме того, пользуясь случаем, приглашаю вас всех стать частью большого проекта «Рязани. Новогодняя столица 2020», который начнется 7 декабря этого года. В городе Рязани, говоря о социально-экономической политике города, необходимо отметить, что мы опираемся на принципы системности и последовательности. У нас принята муниципальная программа стимулирования развития экономики, которая основной своей задачей ставит координирование действий между бизнесом, властью, финансовых институтов, инфраструктурой поддержки предпринимательства. В результате реализации программы мы добиваемся увеличения темпов роста бизнеса и в том числе охвата аудиторий. В городе Рязани мы ежегодно стараемся презентовать успешные практики на конкурсе «Бизнес-успех». Так, в 2017 году мы стали победителями. Наша муниципальная информационная система закупки города Рязани была отмечена национальной премией в финале. А сегодня же я немножко подробнее остановлюсь. Мы последние два года особо взяли акцент на популяризацию и стабилизацию социального предпринимательства в городе. И тем самым хочу отметить, что в городе Рязани очень крепкие позиции социальных предпринимателей. Наш бизнес был отмечен в том числе президентом в ходе форума «Россия – страна возможностей», а детский досуговый центр «Шаг за шагом» был вовсе победителем всероссийского этапа премии «Бизнес-успех». В этой связи у нас появилась идея создать коллективную точку входа для социальных предпринимателей, которая бы позволила им коммуникатировать, обмениваться опытом и реализовать неограниченный свой потенциал. Все-таки социальные предприниматели – это особая когорта людей, и те, кто с ними работает, со мной не могут не согласиться. Таким образом, у нас в декабре 2018 года был проведен бизнес-брифинг «Шаг навстречу», на который собрал он более 50 субъектов предпринимательской деятельности. И интерес для нас стал небольшим сюрпризом. Проявили московские бизнесмены и приехали со своими проектами. В том числе мы подтянули некоммерческие организации, так как, когда еще не было принятой поправки в 209-й федеральный закон о социальном предпринимательстве, многие некоммерческие организации позиционировали себя как тоже социальные предприниматели. Задумка пошла, и в апреле этого года мы интегрировали студенческое сообщество в варкшоп социальных идей и проектов «Шаг навстречу», где дали студентам рязанских учебных заведений почувствовать себя в роли социальных предпринимателей и защитить свои проекты перед экспертной группой, куда вошли представители власти, бизнес, преподаватели московских и рязанских вузов. Нельзя не отметить, что результаты бизнес-брифинга в городе, они налицо. У нас увеличился охват аудитории, вовлеченный в социальное предпринимательство. Создан специальный раздел для социальных предпринимателей на сайте администрации города, где мы стараемся максимально оперативно отслеживать и делиться успешными практиками. Увеличилось в том числе и число рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. И мы зафиксировали рост индивидуальных обращений от предпринимателей, стать желающими, в том числе и особенно после летних событий, когда все-таки в федеральный закон были внесены изменения. Резюмируя свое выступление, хотелось бы также отметить, что у нас регулярно открываются новые социально-культурные проекты. Буквально две недели назад мы открыли точку кипения. И все то, о чем говорили коллеги об использовании ее, она здорово опробируется. Уже прямо сейчас у нас пользуется и губернатор, и мэр города для встреч со своим электоратом и с бизнесом. Поэтому планов много. Город у вас красивый. Спасибо за гостеприимство. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, которых, может быть, будет больше, чем два. Спасибо. Пока нет ни одного. Мы благодарим Дениса Александровича. Диплом участника. Уважаемые участники регионального этапа национальной премии «Бизнес. Успех». Уважаемые жюри. РОВ-16.00 состоится торжественная церемония награждения. Буквально через час небольшой мы узнаем имена победителей в шести номинациях, по которым сейчас прошли защиты проектов. Мы всех приглашаем на небольшую кофе-паузу, а также, кто захочет принять участие в работе круглых столов, в программах все написано, где и по каким темам они будут проходить. Милости просим.